В immigrantстве, в Алухе и вệге Scream, бар renter бог ми, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Иисус genauso, истинный Бог наш, молитвен печисца и Свами Материев всех святых, помилует и спасет нас, яка благо человека, любит. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Из беседы святителя на Златоустово. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее в жизни вечную. Кто мне служит, мне да последует. Евангелие от Иоанна 12 глава. Сладостная настоящая жизнь, и заключается в ее много приятного, но не для всех. А только для привязанных к ней. Если же кто посмотрит на небо и увидит тамошнее благо, тот скоро станет пренебрегать этой жизнью и ставить ее ни во что. Ведь и телесная красота, пока нет другой лучшей, возбуждает удивление. А когда явится красота лучшая, прежняя, начинают пренебрегать. Так и мы. Если станем смотреть на ту красоту и созерцать благолепие тамошнего царства, скоро освободимся от настоящих уз. Так как привязанность к настоящему действительно есть некоторого рода узы. То есть к земному привязанность. Это у нас бывает часто. В храм не пошел, дома что-то делать надо будет. День воскресный. Это день для Господа должен быть. К этому-то и приводит нас Христос, когда говорит, «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее в жизни вечную. Кто мне служит, мне допоследует. И где я, там и слуга мой будет». Каким же образом любящий душу свою погубит ее? Когда кто исполняет ее неуместные пожелания, когда кто угождает ей больше, чем должно. «Потому-то некто и дает такое наставление – «Не ходи вслед похоти души твоей». Книга Сераха, 18 глава. «Через это ты погубишь ее, потому что похоть отдаляет от пути ведущего к добродетели. Точно так же и наоборот. Ненавидящий душу свою в мире всем спасет ее». Что значит «ненавидящий душу свою»? Это означает того, кто не слушает ее, когда она внушает что-нибудь вредное. Но не сказал, кто не слушает ее, а ненавидящий ее. Так как Христос намеревался уже беседовать с учениками о смерти, именно о своей смерти, и предвидев их скорбь и уныние, то и употребляет усиленную речь, говоря, что сказать о том, что вы не можете перенести с твердостью моей смерти. Ведь если сами вы не умрете, для вас не будет никакой пользы. Аминь. Храни всех, Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok